Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на нашем канале YouTube, посвященном урокам рисования и живописи. Меня зовут Минеев Иван Александрович, я являюсь ведущим художником-педагогом студии живописи Возрождения. И сегодня я вам представляю интересный материал о том, что из себя представляет член Союза Художников, какие его функции и задачи. Но прежде чем я вам расскажу, мы поговорим о том, что из себя представляет Союз Художников. Союз Художников – это специальная организация, которая имеет юридическую основу, и добровольцы, так скажем, художники на конкурсной основе проходят, можно сказать, такой отбор. В ходе этого отбора создается комиссия, смотрят работы, определенное положение, и на основе всех полученных результатов выдается членский билет, который дает право уже, так скажем, члену Союза Художников выполнять определенные действия. Итак, сегодня видео как раз о том, что из себя представляет член Союза Художников. Итак, в первую очередь художник организует и осуществляет культурную, творческую, выставочную деятельность. На протяжении, так скажем, вхождения в данную организацию Союза Художников художник ежегодно выставляется, показывает свои работы в том или ином материале и подтверждает некую, опять же, заявку о том, что он профессиональный художник и готов, в общем-то, трудиться и работать, и развиваться, и нести какой-то определенный, может быть, профессиональный навык, ну и также социокультурный. Далее, конечно, художник имеет свою творческую мастерскую, которая выдается от Союза Художников для реализации его творческой деятельности. Конечно, мастерская дает возможность художнику осуществлять тот или иной вид деятельности. Ну, например, скульптор, конечно, не будет в квартире заниматься скульптурой, да, потому что для этого нужен станок, определенные условия. И, конечно, данная организация дает возможность будущему скульптору обзавестись мастерской и осуществлять уже деятельность профессиональную. Далее, также член Союза Художников участвует наряду с государственными и общественными организациями в художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма. Здесь, конечно, все понятно, потому что на основе творческой, так скажем, работы, материала художник не только несет свое какое-то мировоззрение, но и также способствует будущему поколению развитию духовности, патриотизма и гуманизма. И это очень важно, потому что, конечно, мы с вами знаем, что выставочная деятельность и вообще картины несут не только эстетическое такое наслаждение, но и также воспитывают вкус, также несут в себе определенные чувства патриотизма, гуманизма и так далее. Далее, художник, член Союза Художников активно участвует в развитии творческих связей между регионами, республиками Российской Федерации. И здесь нужно подчеркнуть, что художник не только в рамках, так скажем, своего города или населенного пункта участвует в выставках, ну и также выезжает в другие регионы России, показывая свое творчество и, в общем-то, вдохновляя на новые идеи. Ну и, конечно, очень важно быть мобильным, также участвовать в множество различных выставках, не только, допустим, в регионах, но и также выезжать в различные республики и, в общем-то, меняться, обмен, совершать культурным таким вот наследием. Ну и также сохранение развития лучших традиций. Здесь имеется в виду, что, вот, например, художник, работая в том или ином материале, несет определенное, так скажем, не только эстетическое духовное воспитание, но и также определенные традиции, которым отображается в его картинах, полотнах, в работах. И это традиции, да, данные, допустим, народа, далее имеют какое-то развитие и культурное значение. Далее это также поддержание критериев профессионализма в изобразительном искусстве. Здесь имеется в виду, что художник, совершенствуя свои навыки и воплощая их в художественный образ, также несет, как бы, задачу еще и распространение своего опыта новому поколению художников. И, конечно, это очень важно, передача информации, передача опыта посредством картин. И здесь, конечно, это немаловажную роль играет, как раз-таки, опыт художника и его достижения. Также член Союза художников осуществляет и международные связи, когда не только его, так скажем, культурное наследие в рамках Российской Федерации только остается, но и выходит также за рамки международных связей, отношений и также выставочной деятельности. И, конечно, этот обмен очень важен в развитии как самого художника, так и, в общем-то, в целом государства. Также художник содействует в строительстве и реконструкции зданий мастерских. Здесь имеется в виду профессиональная консультация художника, его отношение, видение к текущим работам, ну и, конечно, создание целого комплекса, в общем-то, работ, которые, в общем-то, без художника, без его, так скажем, видения художественного, может быть, и не состоится. Потому что это важно, так как вообще изобразительное искусство – это не только восприятие духовной единицы, но и, в общем-то, также эстетического восприятия и того, как будет выглядеть здание или мастерская, или салон, где будут продаваться, конечно, картины, может быть, произведения искусства, конечно, без такого художественного вкуса, в общем-то, наверное, не состоится. Далее реализуют произведения изобразительного искусства и материалов для труда творческих работников. Здесь имеется в виду, что труд художника, конечно, не только имеет под собой творческую деятельность в выставках, но и также в реализации данного продукта для того, чтобы купить материалы, также осуществлять творческую деятельность в выездах каких-то творческих поездков и так далее. Ну и, конечно, это развитие, профессиональное развитие художника и его востребованность на рынке. Ну и, конечно, художники, члены Союза художников, конечно, занимаются издательской деятельностью, выпускают учебники по изобразительному творчеству, также создают художественные альбомы, каталоги для того, чтобы распространять свою деятельность, показывая, опять же таки, молодому поколению. Ну и, конечно, мы понимаем, что художники умирают, а картины остаются. И, конечно, история как продолжение культурного наследия, оно должно отображаться в альбомах, каких-то, может быть, книгах, проспектах для того, чтобы изобразительное творчество развивалось и, в общем-то, формировалось как такое очень большое эстетическое культурное наследие. Также, ну и возможность художника, члены Союза художников посещает множество музеев мира бесплатно, да, для того, чтобы подчеркнуть идеи, также быть в курсе всех событий и, конечно, в реализации своего творческого потенциала. Ну и, конечно, повышает свой российский мировой художественный рейтинг. Тут очень важно не только в рамках, опять же, определенного такого слоя, может быть, культурного наследия среди художников оставаться, но и выходить также за рамки, в общем-то, международных связей, отношений и выставлять свои произведения на мировом уровне и повышать свой, опять же таки, уровень, да. Это очень, наверное, важно. Всем спасибо за внимание. Кто смотрел видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.